Всем привет! Сегодня хочу поговорить про грунт для адениума. Я его готовлю сама. Основой является кокосовый субстрат. Он легкий, PH нейтральный, в нем нет патогенной флоры. Существует несколько видов, но я использую тот, который есть в наличии в магазине, любой. При намокании он напоминает сигаретный табак. Следующий компонент это любой торф. Любой торф, садовая земля, грунт для кактусов я считаю идеальным. Следующим компонентом не именно такой, а вообще грунт для кактусов. Вот так и называется. Далее. Разрыхлители. Разрыхлители я использую более доступные и по приобретению, и по цене. Это и песок, и мелкий гравий, и колотый керамзит, и даже красный кирпич колотый. Но песок нужно просеивать, а иначе этот мелкий, мелкие эти частицы, миллиметра два которые, они просто зацементируют почву, нужно песок крупный. Гравий нужно искать и собирать. Кирпич тоже нужно где-то найти, раздобыть и расколоть еще. И керамзит также. И на помощь приходит кошачий наполнитель для туалетов кошачьих. Стандарт барсик. Частицы уже нужного размера, вот они, ничего колоть не нужно, и цена приятная. Единственное, нужно промыть его, или хотя бы просеять. Что касается состава, на пакетах перестали писать, что это циолит, пишут, что это природный наполнитель. А какой природный наполнитель, история умалчивает. Неизвестно, что это. Но он проверенный временем, он не раскисает, не слеживается, ни через год, ни через два. Я уже пользуюсь им больше двух лет. А еще он шипит. Шипит, когда на него попадает вода. Прямо как циолит, правда? Да и похож он внешне. Очень похож. Следующий компонент, это перлит. Куда он там запрятался? Вот он. Ну, все видели перлит, чтобы его показывать. Очень хороший компонент. Грунт с ним. Воздухопроницаемый, легкий. Обязательно его добавляем. Всегда. Пропорции. Пропорции все на глаз. Я могу добавить, верно, и приготовить этот грунт и для других растений, и не только для адениума. Ну, тогда здесь будет побольше грунта, поменьше барсика. Ну, в зависимости, конечно, от того, какое еще растение нужно смотреть. Мне нравится этот грунт, он нравится и моим растениям. Я вижу это по их зеленой массе, по их каудексам, корням. Смотрите, зеленая масса какая. По цветению. Это мандевила. Или диплодения. Не хочу сказать, что это чудодейственная какая-то смесь. Или волшебная. И что нужно использовать только эти компоненты. Нет. Решать вам, что будете использовать вы. В принципе, растение и тот же адениум может расти в любом грунте. Практически в любом. Ну, конечно, не в глине. В обычной садовой земле. Так было 7 лет назад. Когда я посадила первую семечку адениума, я понятия не имела ни о каких перлитах, вермикулитах, циолитах и так далее. И тому подобное, лучшее, что я могла добавить в то время, это песок в грунт. И ничего, он прекрасно рос у меня год или два. Это потом я уже узнала о всяких разрыхлителях, наполнителях и так далее. Вам я желаю хорошего настроения. Вашим адениумом, теплого солнышка и легких воздухопроницаемых грунтов. Пока.